Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня мы с вами продолжим говорить о том, каким образом мы можем адаптироваться к нынешним условиям. Почему адаптироваться? Потому что такова реальность. У нас карантин, он продлен до 24 апреля, если я не ошибаюсь. И не факт, что 24 апреля он не будет продлен еще. И, конечно же, далеко не факт, что даже если он закончится, что вы выйдете, и все будет вот хорошо. Скорее всего, будет все по-другому, это уже как бы 300%. И потому что люди сильно изменятся, и потому что финансовая обстановка сильно изменится, и изменится еще очень много факторов. Я очень сильно хочу, чтобы вы меня услышали, и постоянно повторяю, возможно, какие-то дублирующиеся вещи, но сегодня постараюсь делать этого меньше, потому что понимаю, что вы злитесь, понимаю, что вам очень хочется каких-то конкретных решений. Оля, скажи, что делать, что ты тут сидишь, разглагольствуешь. Я нахожусь с вами в одной лодке, точно так же, как и весь мир. И я очень сильно стараюсь помочь маленькому предпринимателю, потому что я сама небольшой предприниматель. И я прекрасно понимаю, что если большим бизнесом, средним бизнесом, может еще кто-то заниматься, президент собирает, о чем-то говорит, то на малышей, на обычных людей нету никому дела. То есть как ты смог, так ты смог. Сдохни, не сдохни, мало кого волнует. Иди устраивайся на работу и так далее. Нас очень много, и меня все-таки этот вопрос заботит. Поэтому я хочу сегодня дать вам несколько таких важных опций, функций, не знаю, как это правильно сказать. Послушайте, пожалуйста, меня внимательно и услышьте. Услышьте, пропустите это через призму себя. Сегодня самое стрёмное, что мы можем делать, это знаете, как сидеть. Вот я очень часто это замечала на каких-то выступлениях бывает, или бывает, когда ты попадаешь куда-то в чужую аудиторию, когда люди как будто бы с тобой все время спорят, как будто бы они приходят для того, чтобы доказать тебе, что ты не прав во всех историях. Но ты при этом приезжаешь на машине, я условно говорю, а все сидят, с троллейбуса вышли. И все такие очень счастливые, довольные, что они тебя отметелили, что ты вообще во всем дурак, ты во всем дебил. Все такие, знаете, этим наполнились, радостные и пошли дальше. Вот я очень не хочу, чтобы вы сейчас воспринимали то, что я говорю, с позиции того, чтобы доказать мне, что я не права. Я не утверждаю, что я права, но по крайней мере, мне не все равно. И я делюсь с вами теми мыслями и соображениями, которые приходят в мою голову. Первый момент, на котором я хочу еще раз обратить ваше внимание и на котором я хочу остановиться. Карантин – это не каникулы. Мы с вами не в школе. У нас сейчас нет заслуженного времени на отдых, как многие его воспринимают. Мы должны понимать, что после карантина не начнется второй, третий или пятый класс. Не будет такого, что мы выйдем и типа все, ну ничего страшного, была пауза. Нет, в это время очень сильно меняется мир. Представьте себе, что когда мы выйдем, по крайней мере, финансовая история и вообще парадигма мира, она изменится. То есть, если бы это можно было ощутить физически, а мы и физически будем это видеть, потому что очень многие будут съезжать, закрываться, будет что-то происходить. Но если бы мы, например, это вот как в каком-то там мультфильме смотрели, то мы бы с вами вышли, а домики были бы уже другой высоты и другого цвета. И, возможно, улица выглядела бы иначе, как во сне, да, когда ты понимаешь, что ты вроде в этой ситуации, но на самом деле все другое. Вы должны понять, что это меняется. И в тот момент, пока вы смотрите сериал, в тот момент, пока вы говорите себе, да я не при делах, да пусть как-то без меня разберутся, я пережду, происходит уже трансформация. Знаете, я когда была в школе, я очень боялась болеть, и особенно в детском коллективе, где я была, потому что ты, например, поешь какие-то, я пела, ты поешь какие-то сольные партии, знаете, в школе у тебя есть там какая-то роль в школьном спектакле, а потом ты заболел, ты приходишь, а твоя подружка, она уже дружит с какой-то другой девочкой, вместо тебя уже в школьном спектакле играет кто-то другой, то есть ты как будто бы выпал из жизни. Это будет происходить и сейчас в бизнесе, потому что, когда кажется, что все на карантине, что типа все ничего не делают, это неправда, потому что есть те, кто в этот момент усиленно роет, кто собирает стратегические собрания, кто интересуется, кто смотрит активно, сейчас очень много различных, все выходят в прямой эфир, и я смотрю сейчас периодически и больших очень, и средних, и ребят, которых я знаю, я интересуюсь, что происходит, причем не в какой-то моей нише, а вообще в нишах, что происходит, как люди себя ведут, что они говорят, что там у них, например, ресторанный сегмент в Украине, я увидела, что они собрали свою онлайн конференцию, где собрались все серьезные рестораторы, которые начали обсуждать не конференцию, где они выступают, и каждый, знаете, кто получше, а между собой они обсуждают, что делать, как быть, ищут какие-то решения. Если вы маленький человек, я имею в виду маленькая у вас компания, обязательно посмотрите на больших своих конкурентов, ну не конкурентов, а на свою нишу, сейчас уже ниши объединяются, есть какие-то сообщества, следите и смотрите, впрыгивайте туда, сами задавайте вопросы, сами пишите большим, тем, кто есть в вашей нише, просите рекомендаций, каким-то образом выступайте за то, чтобы коллаборироваться, чтобы обсуждать, не стойте в сторонке и не ждите, пока что-то произойдет, вы должны понимать, вы должны слышать, что делают ваши коллеги, что делают ваши конкуренты, что делают параллельно в другой стране, возможно, что происходит, если вы в Украине, там, в России, в Казахстане, в Белоруссии, смотрите, смотрите и держите нос по ветру, смотрите, опять-таки, что происходит в других нишах, если у вас никто не объединяется, значит, выступайте за это, есть проблема ниши, и важно понимать, как будет жить какая-то та или иная ниша, после этого, в момент этого, возможно, у кого-то будут какие-то идеи, вместе все равно, во-первых, не так страшно, во-вторых, если вы понимаете, что у всех в нише одни вопросы, то, возможно, нужно задумываться о плане Б, и искать этот план Б, я понимаю, что всем очень хочется, чтобы кто-то сказал, что есть план Б, но, вы знаете, вот, например, когда ты маленький, ты как в квартиру, будто бы заехал в съемную, с одним чемоданом, взял этот чемодан, а ну уехал, если тебе что-то не понравилось, у ресторанов, например, и вообще в разных нишах, не знаю, почему я рестораны вспомнила, когда много закопанной инвестиций, когда сложные проекты, люди понимают, что они с чемоданом не уедут, и закрыться не могут себе позволить, и поэтому интересно наблюдать за большими, потому что им так или иначе, нужно найти решение, возможно, путем больших сокращений, возможно, путем сокращения сети, возможно, когда один проект полностью кладется на алтарь другого проекта, потому что спасти все не получится, но обязательно следите за этими людьми, подпишитесь, знайте лидеров своей ниши, смотрите, что они делают, общайтесь и старайтесь впрыгнуть в какие-то общие чатики, конференции, во все, что только возможно, это важный такой фактор, то есть, это еще раз повторюсь, это не каникулы, это не история про то, когда мы выкладываем зарядку, или как мы выпекаем вафельки, как еще что-то, я, например, какие-то вещи выбрасываю, потому что я знаю, что моей аудитории интересна часть моей жизни, но я при этом очень много делаю рабочих вещей, у меня сейчас жизнь сильно усложнилась, динамичной стала, потому что у меня добавилась естественная уборка, и готовка, и как бы дети, мое желание там, да, побыть, но у меня огромный пласт работы, я ежедневно веду прямые эфиры в инстаграме, я постоянно очень много пишу, я сейчас веду параллельно проект, я сейчас запускаю новый проект, рерайтер жизни, в котором просто огромный пласт работы, и я над этим очень много работаю, плюс я работаю над собой, я медитирую, и работаю над своими внутренними потребностями, об этом как раз контенте я больше рассказываю, и веду по этому контенту в инстаграме, потому что, кстати, тоже такой удивительный момент, в инстаграме, в ютюбе, в фейсбуке, это три разных аудитории, несмотря на то, что некоторые люди смотрят меня везде, но аудитории достаточно разные, потребности достаточно разные, и я реагирую на то, что важно вам, и стараюсь давать вам какую-то такую более бизнесовую тематику, поэтому следующий момент, да, чем заниматься на карантине тогда, но не могу же я бесконечно смотреть, голову выгружать нужно, и то, что этот период времени нам дан, для того, чтобы мы могли немножко подумать, да, а то ли мы делаем, с теми ли мы делаем, чего мы хотим, это правда, но думать об этом через сериалы, думать об этом через просто, как уже снимают кучу роликов, знаете, там кто-то одеялко летающее, кто-то еще что-то, вы должны понимать, что ну как бы нельзя, поэтому нужно свой график, обязательно сегодня в домашнем режиме, тоже распределять, тоже понимать, ставить себе цели и задачи, пусть не цели какие-то такие конкретные, но цели, разобраться с этим, понять, что с этим, сделать это, непременно, это необходимо делать, потому что иначе вы будете прокрастинировать и все, если вы смотрите фильмы, а это хорошо, смотрите фильмы по тематике, смотрите какое-то более глубокое кино, смотрите что-то, то, что вам может давать пищу для мозга, если вы просто хотите что-то посмотреть, найдите себе в том же ютюбе тех людей, которые говорят, не надо все время там слушать, что кризис это, нам нужно слушать тех людей, которые говорят о каких-то возможностях, которые рассказывают о ситуации, получать такую пищу, которая дает нам возможность подумать самим, еще раз, предприниматель это человек, который умеет думать, предприниматель это человек, который умеет принимать решения, и находить решение, создавать решение, вы должны это понимать, потому что если вы ждете готовых решений, еще раз, миллионный раз, вы никакой ни хрена не предприниматель, поэтому я как предприниматель собираю информацию, анализирую информацию, нахожу какую-то пищу для себя, и думаю уже дальше, каким образом все выстраивать, касаемо еще того, что делать, друзья, никто не забывал и не отменял литературу, вот мы часто считаем, что мы не понимаем, что происходит, и вообще все книжки дурацкие, ну отложите Дарью Донцову, которую я сама какое-то время назад, количество лет не помню, страшно любила, ее кстати прикольно читать, было когда вот мозг совсем не знал, что делать, может быть это тоже вам поможет, но прекрасная литература, которая одухотворяет, литература классная, литература, которая объясняет, что происходит, бесконечно буду повторять, Вадима Зиланда, Джон Кеха, в телеграм-канале тоже бесконечно говорю, выкладываю только умные книжки, никакой дуристики, это тоже пища для вашего ума, нашему уму не хватало давно пищи, мы все время ее как бы второсортным чем-то пихаем, либо тупыми разговорами ни о чем, либо обсуждениями кого-то, вот это вот все происходит. Еще такой фактор, который я замечаю, он присутствует во всех людях без исключения, и я все время с ним общаюсь внутри себя и внутри своей семьи, все время мы говорим с Сергеем об этом, такая штука как гордыня, которая включается в вас в тот момент, когда вы понимаете, что вы где-то кого-то в чем-то опередили, причем вы можете быть в полной жопе, но кто-то будет еще в жопе глубже, и вам будет казаться, что вы, ну вот я не знаю, там у кого-то сейчас нету денег, а у вас есть деньги, остались запасы, у кого-то там надо за аренду платить, а вы такой умный, потому что там вам уже не надо платить. И так в разных моментах, или у вас сейчас вообще идут деньги, и все хорошо. Усмиряйте в себе гордыню, потому что в такие времена гордыня очень сильно проверяется, и поверьте моему личному опыту, неоднократному, это очень больно бьет по башке. Поэтому старайтесь сейчас все-таки думать о том, не о том, как возвыситься над другими, а о том, каким образом вы можете помочь, и помочь не пойти гречку дать, хотя если у вас живет рядом бабушка, то, наверное, да, это тоже помощь. Но прежде всего это дать какую-то ценность. Сегодня бесконечно много людей выходят в эфиры, делятся, рассказывают, это лидеры мнений, это успешные предприниматели. И согласитесь, насколько это круто, понимать, когда люди делятся своим видением и мнением, нежели чем, когда вы сидите в неведении и вообще не понимаете, что происходит. Я считаю, что в этом плане у нас сегодня времени благодать. Точно так же, как артисты поют там и так далее. Этим тоже нужно свою душу наполнять. Обратите внимание вообще на то, как вы реагируете сейчас на какие-то вещи. Это тоже будет для вас подсказкой. Обратите внимание на то, что вам нравится в этой ситуации, что новое появилось, что нравится. Я, например, мне нравится, что я стала больше времени проводить с детьми. Мы играем в какие-то лото, мы там лепим каких-то лизунов, мы при том, что я действительно много работаю. Я не та мама, опять-таки, которая сидит и постоянно играет, но за несколько дней мы, наверное, переиграли с ними больше, чем за последний год. Я даже спала в халабуде, чтобы вы понимали историю, масштаб. Я понимаю, что это то, что согревает душу, и это то, что необходимо оставить в своей новой жизни. Точно так же, как, например, такие вещи, как уборка. Я понимаю, что необходимо сколько угодно работать, только чтобы эту работу выполнял кто-то другой, потому что это бесконечное сжигание времени, ничего нормального в этом нет, если ты человек бизнеса. Поэтому временно подумать тоже есть. Еще раз, самое главное, не прожигайте время. Первое. Второе. Пойдите в свою нишу, посмотрите, что происходит, подумайте, пообщайтесь, поколлаборируйтесь. Помните, что проблема мировая, соответственно, можно заглянуть в каждую страну, в этой нише, и посмотреть, как люди себя ведут. И в какой-то момент можно честно, например, себе сказать, что очень много шансов, что вот сейчас, в этот период времени у меня не будет шансов в том деле, в которое я делал. И тогда самое время задуматься о том, а что же я хочу. Ну, повторяю, в этом вопросе я буду больше помогать вам в Инстаграме, потому что там я пишу как раз более глубокие посты, которые связаны именно с работой над собой, потому что мое личное убеждение и мой личный опыт показывает, что только тогда, когда ты обретаешь себя, только тогда, когда ты перестаешь гнаться и можешь потушить в себе страх, что завтра у тебя закончатся деньги, а тебе все-таки очень важно найти свою ценность, тогда начинается то самое волшебство, которое притягивает в твою жизнь абсолютно правильные ситуации, и ты перестаешь бояться. Но у каждого свой путь, и в какой-то момент времени я уверена, что вы к этому придете. В общем, заканчиваю на этом. Я очень надеюсь, что вы не все от меня после этого видео отпишетесь. Вот. Кому сильно водно, ну, простите, пожалуйста. Несовершенно, не идеально, но зато у меня мишка красивая. Все. Ставьте лайки, если вам понравилось. Я буду вам благодарна за комментарии, потому что они все-таки тоже поддерживают меня, дают мне желание, да, и мотивацию для того, чтобы тоже что-то обдумывать, делиться с вами мыслями. И не унывайте. Сейчас прекрасная возможность, прекрасная пора. И если вы с этим справитесь, то поверьте, вам больше никогда ничего не будет страшно. Подписывайтесь в Инстаграм и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok